Отремонтировать дорогу в СНТ собственники мечтали в кратчайшие сроки. Бригаду нашли через электронную площадку объявлений, однако в итоге за работу взялись сами. Место, где должна быть отремонтированная дорога, сейчас огорожено лентой, чтобы никто не проезжал. Так называемый бригадир должен был закончить работу на проезжей части еще неделю назад. Ну а сейчас жители вынуждены ждать, пока высохнет бетон. Для нас это составило очень большие неудобства, так как у нас здесь ворота и выезд машины и заезд. На все готовое приехал, покопал, все бросил и уехал. По словам представителя СНТ, изначально отремонтировать дорогу вызвался мужчина по имени Ахрор Алиев. Садоводы рассказывают, он оценил фронт работ, взял предоплату около 50 тысяч рублей и даже приступил к делу. Положил первый слой арматуры. Однако затем работы встали. Пообещал на следующий день все доделать. Купить арматуру, взял предоплату на арматуру, заказать цемент и доделать работы. Он не скрывается, на связь выходит, обещает и не делает. Уже прошло полторы недели, мы ту работу, которую заказывали, уже сделали своими силами. Возмущенные собственники стали читать отзывы на бригадира в социальных сетях и обнаружили. Гражданина Узбекистана накопились претензии у десятка человек. Со мной и этим человечком получилась такая же история. Дал аванс и месяц уже завтра, завтра, завтра. Иногда даже недоступен. От этого в нашем коллективе у него прозвище «Завтра». Занял 60 тысяч и не вернул. Начала звонить ему одни обещания. Завтра, завтра, завтра. Занял в июле 2022 года. Когда-нибудь нарвется. Мы связались с Ахрором Алиевым по телефону. Мужчина во всем винит большую занятость. Дескать, времени у него мало, а работы много. Однако садоводы слушать оправдания бригадира больше не намерены. Они написали заявление в полицию и рассчитывают вернуть хотя бы часть своих денег. Наталья Гришко и Иван Попов. События ОТВ.